Северо-западный федеральный округ Федеральный округ Российской Федерации на севере и северо-западе ее европейской части Включает в свой состав следующие субъекты Российской Федерации Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Нинецкий автономный округ, Вологодская область, Мурманская область, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область, Калининградская область, город федерального значения Санкт-Петербург Образован указом президента Российской Федерации 13 мая 2000 года, административным центром и крупнейшим городом округа является город федерального значения Санкт-Петербург. Территория северо-западного федерального округа составляет 9,87% территории Российской Федерации. Один из субъектов округа является эксклавом, не имеющим сухопутной границы с другими субъектами и основной территорией России. Численность населения округа 13 853 694 основу населения составляют горожане 84,15% состав округа. Астериск входит в состав Архангельской области, география и климат. Большая часть северо-западного федерального округа расположена на Европейском севере. Климат умеренный и субарктический. Воздух имеет высокую влажность, выпадает небольшое количество осадков, но из-за малого испарения они способствуют образованию большого числа болот, озера и рек. Важным климатообразующим фактором является омывание морями Северного Ледовитого и Атлантического океанов, из-за чего климат отличается сравнительно теплой зимой и прохладным летом на северо-западе округа. А на севере суровой зимой и сравнительно коротким, но теплым летом. Климат федерального округа является благоприятным. Территория округа преимущественно равнинная, находится в зоне смешанных лесов, тайги, леса тундры и тундры. В округе сосредоточено около 50% лесных ресурсов европейской части России. На территории округа протекают полноводные реки. Часть равнинных рек имеет судоходное значение. Крупнейшими реками являются Северная Двина с притоками Вычигда и Сухоны, а также Печора. Также на территории СЗФО в основном в западной части располагаются многочисленные озера, в том числе крупнейшие озера Европы Ладожская и Онежская. Северо-западный федеральный округ обладает почти половиной водных ресурсов европейской части России. На юге Северо-западный федеральный округ граничит с Приволжским федеральным округом и Центральным федеральным округом. На востоке с Уральским федеральным округом округ имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, Карское море. Северо-западный федеральный округ занимает выгодное геополитическое положение. Граничит с Финляндией, Норвегией, Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией. Экономика северо-западный федеральный округ объединяет два экономических района – северный и северо-западный. В СЗФО сосредоточено почти 72% запасов апатитов, около 77% титана, 45% бокситов, 19% минеральных вод, около 18% алмазов и никеля России. Важное место в экономике округа занимает добыча нефти и угля. Основная добыча нефти и угля сосредоточена в Республике Комиусинское и Вазийское месторождение обеспечивает около 88% добычи нефти в регионе. Основная добыча газа приходится на Вуктыльское месторождение, дающее 90% газа федерального округа. Запасы нефти и газа также имеются в Калининградской области, в шельфовой зоне Баренцево и Карского моря и промышленности сельское хозяйство. Доля округа в промышленном производстве России около 12%, в производстве сельскохозяйственной продукции 6,2%. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства округа – машиностроение, в том числе радиоэлектроника, приборостроение, судостроение, топливно-энергетический комплекс, заготовка и переработка древесины, черная и цветная металлургия, пищевая и легкая промышленности. Судостроение, производство строительных материалов, рыболовство и рыбопереработка, электроэнергетика, транспорт и логистика. Машиностроительный комплекс федерального округа включает в себя приборы из танкостроения, электротехническое машиностроение и производство большого спектра оборудования для сельского хозяйства, судостроения и оборонного машиностроения. В округе расположены сборочные заводы таких крупных автомобильных марок, как BMW, Ford, Nissan, Toyota, Infiniti. СЗФО занимает первое место в России по строительству морских и речных судов. Крупнейшие предприятия СЗФО, ОАО «Северсталь», ОАО «Силовые машины», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Илимполп», ОАО «Янторинерго», ОАО «Апатит», Кольская горно-металлургическая компания, ОАО «Севкабель». По объему добываемой рыбы округ уступает только Дальневосточному. В Баренцевом море ведется лов ценных рыб трески, сельди, морского окуня и ДР. Переработка рыбы осуществляется рыбокомбинатами в Мурманске, Санкт-Петербурге и Калининграде. Электроэнергетика округа включает в себя две атомных электростанции – Ленинградскую и Кольскую, крупные тепловые электростанции, гидроэлектростанции и множество мелких электростанций и котелин. Транспорт высоко развита, транспортная система округа, которая включает в себя все виды транспорта – морской, речной, железнодорожный, воздушный, автомобильный и трубопроводный. В округе находятся крупнейшие порты России – Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград и Архангельск. Мурманский порт в основном связан с транспортировкой энергоресурсов, как из России, так и из других стран, в частности Норвегии. По Северному морскому пути, крупным железнодорожным узлом является столица округа – Санкт-Петербург, от которого берут начало магистрали на Калининград, Москву, Хельсинки, Минск, Киев и множество других городов, обеспечивая внешнеэкономические связи с другими федеральными округами России и другими странами. Крупные города, населенные пункты с численностью населения более 30 тысяч человек, население и национальный состав. В 2016 году население Северо-Западного федерального округа составляло 9-45% населения России. Почти половина населения проживает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Остальные регионы населены слабо. Национальный состав по последним двум переписям – представители президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Виктор Васильевич Черкесов – С. 18 мая 2000 года по 11 марта 2003 года. Валентина Ивановна Матвиенко – С. 11 марта 2003 года по 1 ноября 2003 года. Илья Иосифович Клебанов – с 25 ноября 2003 года по 6 сентября 2011 года. Николай Александрович Венищенко – с 6 сентября 2011 года по 10 марта 2013 года. Булавин Владимир Иванович – с 11 марта 2013 года. Основные военные объекты – космодром, Плесецк, ядерно-испытательный полигон, военно-морские базы Балтийского и Северного флотов, Кольцо войск ПВО вокруг Санкт-Петербурга, РЛС, Дарьял, РЛС, Воронеж-М, РЛС, Воронеж-ДМ.